Добрый вечер! Теперь мы продолжаем наше чтение, книжку о хранении чувств преподобного Никодима Святогорца. И постепенно у нас все это собирается в такой перевод интересный. Я даже подумал, что может быть мы ее опубликуем где-то. Может таким частным каким-то образом. Потому что фактически в печатном переводе все получается. Я все перевожу, перевожу, чтобы не пропало. Может потом все это обработать как-то и будет перевод, который я не видел. В русском. Ну посмотрим, да. Ну, по крайней мере, я сегодня подумал, смотрю, уже столько материала собралось. Хорошо. Где мы с вами остановились? Мы читаем о хранении чувств в общем. Мы говорили в отдельности. И в прошлый раз мы читали главку пятую и шестую. И конец четвертой. Значит, еще раз. Что такое четвертая глава была, чтобы мы не потерялись? Четвертая главка. Она такая большая получилась. Как о истолковании утверждения Аристотеля. Что нет такой вещи в нашем уме, которая не вошла бы через чувства. И преподобный Никодим говорил, что относительно добра, относительно добрых вещей, это утверждение неправильное. Потому что добро у нас находится внутри. Оно нам дано Богом. Адам был создан добрым, благом. И это зерно, благо, оно у нас внутри. И об этом пространно он рассказывал. И мы касались молитвы, образов молитвы. О том, что в каком состоянии находится наш ум. В падшем состоянии. В состоянии растения. Что мысли постоянно скитаются где-то. И вот это выражение из Псалтири. Рассеяние Израилева соберет. Это не просто про народ еврейский. В Ветхом Завете, который был изнан из Иерусалима, попал в Вавилонский плен. И потом в Псалтири, Священное Писание молится о том, чтобы из этого плена вернуть это рассеяние. И собрать воедино. Опять собрать в Иерусалиме. Что святые отцы толкуют, что Иерусалим. Иерусалим толкуется как ум, зрящий Бога. И пока ум, то есть Израиль, находится в рассеянии. Не может он видеть Бога. Не может с Ним общаться. Не может молиться. Поэтому задача состоит именно в том, чтобы собрать свой ум обратно воедино. В это простое состояние чистоты, о котором в прошлом раз шла речь. И в молитве без образов и без помышлений, в своем естественном состоянии, как говорят отцы, ум может опять войти в общение с Богом. Стать умом, зрящим Бога. Что значит общение? Зрящий это и есть, зрящий Бога. И это было позапрошлый раз. И в прошлый раз мы заканчивали эту главку. И преподобный Никодим в конце концов говорит, что это выражение правильным является по отношению к злу, потому что оно приходит изведне в ум. То есть добро, благо и свет у нас внутри, а именно зло приходит снаружи и приходит не иначе, как через двери чувств. То есть вот эти двери в душу и есть те двери, через которые входит зло. И был приведен пример Адама с Евой. Что зло и идея греха не возникла у них просто в размышлениях, а превозошла в душу через органы чувств, через слух, зрение. И отсюда вот эта вот ошибка человека, который пытается найти счастье, который пытается найти мир вне себя, внаружи. Добро и благо, наше спасение и наше счастье, которое человек может найти, оно внутри у человека. Оно дано нам Богом. А мы устремляемся через чувства наружу и ищем то в одном, ищем счастье, то в другом, то в третьем. И в основном все это вовне мы ищем, вне нашей души. В то время, как видите, что он говорит, вне души нашей зло, вне души, в различных формах этот мир используется врагом для того, чтобы зло проникло в нашу душу. Вот для чего нужно хранение этих дверей, хранение чувств. И вот что значит, с этой точки зрения раскрывается по-новому слова Спасителей в Евангелии, который говорит, что Царствие Божие внутрь вас есть. Потому что что такое еще счастье, если не Царствие Божие? Внутрь вас есть. И вот тоже интересный момент, но это такое отступление, но все равно любопытно. Вот хочу вас спросить. Смотрите, перевели Евангелие с церковнославянского на русский, да? А вот в этом примере, вот в этой строчке оставили славянскую грамматику, да? Ведь в русском языке так не говорится. «Есть, в Царствие Божие внутрь вас есть». Это грамматика из церковного славянского языка, как в английском. «Ис». Мы в русском не пользуемся. Если по-русски перевести, то просто будет так. «Царствие Божие внутри вас». Вот это русский перевод. Почему в синодальном переводе на русский язык оставлена грамматическая конструкция из церковнославянского? У кого-то есть предположение? Истинно так? Это можно сказать только по-церковнославянски? «Более утвердительно». «Более утвердительно». Вот смотрите, они не смогли преодолеть себя даже. То есть пытались во мной. Это не только здесь. Это есть во многих местах вот такая, как бы, старославянский немножечко стиль. Он присутствует даже в русском переводе. Потому что невозможно почувствовать, насколько теряется нечто. И насколько вот этот церковнославянский язык, он богаче. Оставили, видите, не перевели иначе. Оставили, как в церковнославянском. Это 17 глава, 21 стих Евангелия от Луки. Затем мы с вами читали пятую. Пятую главку. Каким образом мы можем хранить чувства от страстей? И мы три детальки выделяем отсюда. Мысль о том, что поскольку зло входит в душу через чувства, то если не охраняются чувства, значит, не охраняется душа. То есть, представляете себе, эту книгу можно было обозначить не о хранении чувств, а о хранении души. Вот что такое хранение чувств. Можно подумать, ну, может, это можно хранить, можно не хранить. Нет, если не охраняются двери, не охраняется душа от вражевого вхождения и от вражевого воздействия. Это первая, очень-очень важная мысль. Вторая мысль была о том, что какие средства применяются для охранения чувств. Размышления о смерти, память смертная, страшный суд, о рае и о аде, о вещах, которые имеют отношение к вечности, а не к этой жизни. И говорилось о том, что для этого, то есть, чтобы применять эти средства, ум должен быть тверд и непреклонен, как неприступный царь, который окружен воинами, телохранителями, которыми являются вот эти устрашающие помышления, которые как бы приводят, протрезвляют все время ум. И третья мысль в заключении преподобный говорит, что это хранение необходимо, потому что если враг не войдет в душу через эти двери чувств, то победа может оказаться быстрой и легкой. А если ему удастся проникнуть внутрь, то она под большим вопросом. Получится победить, не получится. И начали мы читать шестую главку, которая называется «Дьявол умирает, когда он не получает чувственного удовольствия». Первая мысль, опять-таки, очень яркая и важная, о которой мы уже говорили и раньше, о том, что дьявол питается страстями и чувственными наслаждениями. И отсюда исходит то, что пост в чувственных удовольствиях лишает его пищи. То есть, что такое пост? Пост – это полное воздержание. Полное воздержание от пищи, не только телесной, но и от этой пищи для чувств. От того, что мы так свободно впускаем в себе в душ, что мы видим, что мы слышим. Все эти наши расслабления, отдых, чрезмерно развлечения. Развлечения, да. И смотрите, мы говорили в прошлый раз, я напоминал о том, что это в Великом Каноне Андрея Критского. Я нашел сейчас, я хочу просто прочитать, напомнить вам. Четыре тропаря. Мы уже с вами говорили, что такое тропари. На другом занятии про церковное богослужение. Тропари. Канон состоит из Ирмоса, каждая песня, и из тропарей. И вот в Великом Каноне Андрея Критского, он очень большой, в нем и много этих тропарей, читается он Великим постом. В четвертой песне четыре, практически подряд, четыре тропаря говорят об одном и том же. Это очень редкое повторение. Во всем Каноне Андрея Критского мало мыслей. Вот так вот повторяются одна за другой четыре раза. Одни и те же слова. Смотрите, послушайте, о чем речь идет. Время живота моего мало. И исполнено болезни и лукавства. Но в покаянии мя приими и в разум призови. Да не буду стяжани не брашно чуждему, спаси сам мя ущедри. И это повторяется, вот эти слова. Да не буду стяжани не брашно чуждему. Спаси сам мя ущедри. Повторяется четыре раза. Мы сейчас не будем их все, конечно, читать, наверное. С переводом там сложно. Но они идут подряд. Вы можете найти или скоро будем их слушать в храме на Великом Каноне. То есть, смотрите, церковные тексты говорят о том, что человек может стать пищей для демонов. Что человек может стать пищей для демонов. Да не буду стяжания не брашно. Что такое брашно? Брашно – это пища, еда. Естественно, имеется в виду не плоть и не физический мир. Потому что речь идет о духовных вещах. И демоны – они духи. И, естественно, речь идет о душе человека, о духе человека. О жизненной силе человека, о его энергии, которая становится пищей для демонов, если человек предает себя страстям и вот этим вот чувственным удовольствиям. Вот что как бы вырабатывает эту энергию. А еще раз повторим. Вторую мысль. А пост в чувственных удовольствиях значит лишает его пищи. Человек сохраняет эту энергию. Он ограждается и пребывает с Богом. Третья мысль. Третье было увещание к мужественному противостоянию врагу, потому что брать – это не на жизнь, а на смерть. Не только враг умирает без пищи, в кавычках, конечно, но и душа может умереть. То есть либо он, либо мы. Такая брань. А о том, что такое смерть для души, мы с вами уже раньше говорили, что это когда Святой Дух оставляет душу. А Святой Дух оставляет душу, когда в нее входит враг. И последняя мысль, которую мы в прошлый раз читали, о том, что брань – это бывает нелегка, она бывает такой трудной и жесткой. Но венец за победу в этой брани, награду, которую получает человек, это духовные наслаждения. Духовные наслаждения. Истинное счастье, которое Бог уготовил для человека изначально. То есть, другими словами, Царство Небесное. Вот оно, которое внутри у человека. Это награда за победу в этой брани против врага, против своих чувств, против себя. Поэтому он говорит, не следует сдаваться, не следует сдаваться, даже если случаются у нас поражения, или одно за другим. Надо стоять мужественно. Здесь мы остановились в прошлый раз. То есть, это закончилось на том, что стой твердо и мужественно, взывая к Богу о помощи в случаях таких нападений. Что значит стой твердо и взывай к Богу о помощи? Вот этим мы и занимаемся на Иисусовой молитве. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Это мы взываем к Богу о помощи. А стоять твердо – это предпринимать непрестанное усилие ко вниманию в молитве. Вот это стой твердо, а сама молитва взывай к Богу. Если будем поступать так, то благодать Божия, несомненно, придет к нам на помощь и не оставит нас на растерзание врагу. Это последнее предложение было прошлого раза. И продолжаем. Ты хочешь быть в этом уверен? Следуй за мною и давай отправимся в Содом. Смотри. Вот пять царей Содома, упомянутых в Священном Писании. Это книга Бытия, 14 глава. Там рассказывается эта история. «Которые находились под властью ассирийского царя Кедарлаумера и которые платили дань ему и другим царям вместе с ним в течение 12 лет». То есть было пять царей в Содоме, и они 12 лет платили дань ассирийскому царю. В 13-м году они восстали и не захотели платить дань ассирийскому царю, который затем объявил им войну. Вскоре после этого выяснилось, что пять царей были покорены и захвачены ассирийцами в плен. Что же произошло дальше? Когда Авраам услышал об этом, он бросился им на помощь. Он сражался, он победил и освободил своего племянника Лота. Следующая, седьмая главка. Изъяснение символического смысла войны в Содоме по отношению к чувствам. Войну в Содоме можно рассматривать как аллегорию о пяти телесных чувствах. Пять царей – это пять чувств, которые вплоть до 12-го года детства наслаждаются телесными удовольствиями и в некотором смысле платят дань ассирийскому царю, дьяволу, и трем его соратникам-царям, которые являются тремя изначальными и универсальными страстями – забвением, невежеством и нерадением, ленностью. Вот смотрите, когда мы читаем, такой очень яркий, интересный пример. Когда мы с вами читаем святых отцов, что нам это дает? Будучи, не будучи духовными, мы с вами еще, будучи еще душевными или плотскими, мы не способны проникнуть в духовный смысл Писания. Мы не способны, да, мы читаем историю, но это для нас просто история, историческое повествование о том, что произошло. Были там пять царей, был другой, они платили дань, произошла война, он нас выводил лото. Все, мы прочитали. У нас как стена, мы не видим смысла духовного, внутреннего. но у нас есть уникальная возможность пообщаться со святыми отцами, которые были духовными, которые проникли в этот смысл, они увидели его, и они нам его оставили, записали, и мы теперь читаем. Вот мы сейчас читаем книгу, мы общаемся. Общаемся с преподобным Никодимом и общаемся с другими отцами, которых цитаты приводятся. Их мысли. Мы входим в общение, воспринимаем их, их понимание, их мысли. Вот это понимание священного Писания, которое принято церковью, которое принято церковью. Вот оно хранится, хранится в сокровищнице. Еще раз. Значит, смотрите. Пять чувств. Пять царей, которые до 12-го года детства наслаждаются телесными удовольствиями. То есть, когда будущий человек еще несознательный. И трем его соратникам царям, которые являются тремя изначальными и универсальными страстями. Забвение, невежество и нерадение. Вот в этих трех страстях очень многие отцы пишут. Что такое забвение? Нерадение и невежество. Идет сначала невежество. Потому что человек не знает, что такое хорошо и что такое плохо. Поистине, духовно. Он не знает, где добро и где зло. Он не знает, как поступить, из-за этого впадает в грех. Это когда он не знает. Дальше, когда он узнает, что есть добро, есть зло, есть заповеди Божьи, есть грех, тогда вступают следующие два. И первое, это забывчивость. Он может просто забывать об этом. Забвение. Просто забыть о духовном. Вот мы живем, сколько раз мы вспоминаем о Боге в течение дня, или сколько раз мы вспоминаем о духовном. И смотрим ли мы на те решения, которые нам надо принять, или тот выбор, который нам надо сделать, в каждой конкретной ситуации, делаем ли мы этот выбор с памятью Божьей, с памятью о духовном. Вот это и есть забвение. Мы делаем выбор из того, что нам выгодно, или что нам кажется, по своему человеческому разумению. Вот это и есть состояние забвения о духовном. То есть невежество сначала идет, потом забвение, а потом нерадение. А нерадение – это когда мы помним, что такое духовное. Но мы все равно не живем и не поступаем по-духовному из-за своей лени, из-за того, что мы не заботимся об этом, не трудимся, а делаем себя по блажке и оправдываем себя в каждом таком маленьком случае. Вот об этих трех вещах это важные тоже вещи. Очень многие отцы прям повторяют об этом. Итак, дальше. Как только ум начинает отличать добро от зла и понимать причиняемый человеку вред, тогда он старается вернуть себе власть над пятью чувствами, то есть контроль, не желая более платить дань врагу. То есть ум не желает более давать чувствам волю для страстного наслаждения. Вот в чем заключаются контроли власти. То есть они хотят, они хотят делать, что они хотят, исполнять свои влечения, свои побуждения, пожелания, а ум не дает им. Вот почему враг возобновляет свою брань, стремясь подтолкнуть чувства к их обычным удовольствиям и преодолевает их. Иисус, потомок Авраама, когда его призывают на помощь, слышит и откликается. Он укрепляет свой разум благодатью Божией и освобождает чувства от полного господства врага. То есть здесь, скорее всего, речь идет о том, что потом, в конце концов, Иисус Новин одерживает победу над этими народами, которые являются образом страстей, чтобы войти в землю обетованную. И вот так святой Нил объяснил эту историю. Цитата из преподобного Нила Синайского. Из этой истории мы узнаем о себе и о той брани, которая ведется с нашими чувствами и чувственными вещами, через чувственные вещи. Каждый из нас от рождения до 12-летнего возраста, еще не обладая способностью к рациональному, разумному суждению, позволяет чувствам без разбора воспринимать все, что окружает человека в этом чувственном материальном мире. Да, мы об этом вначале еще говорили, помните? О том, как попадает ум в плен чувственному с детства. С детства, потому что он еще не сформировался, а чувство уже действует в полную силу. В это время, из-за пребывания в состоянии младенчества, нет еще у человека разумной силы, которая стремилась бы защитить какое-либо из чувств. Когда наш интеллект становится сильнее, и мы начинаем понимать, какой вред нам причиняют, мы стремимся восстать и избежать такого рабства. Если человек обнаружит, что становится сильнее в разуме и духовно, он утверждается в этом осознании и освобождается во всем этом, избежав этих жестоких тиранов. Но если человек обнаружит, что ему недостает рассудительности, он снова отдаст свои чувства в плен, будучи побежденным силой материальных вещей. Сила материальных вещей. Господство, да? Господство над нами материи. Еще две маленькие главки, и мы сегодня, надеюсь, мы закончим эту большую главу уже. Следующая, восьмая. Преодолеть себя – это великая победа. Не подумайте даже на мгновение, что эта победа мала и незначительна. На самом деле, победить даже одну из своих страстей, не предоставив ей чувственного удовольствия, это большая победа, чем победить сотню своих видимых врагов. Представляете себе, насколько более ценит, возвеличивает он эту духовную брань, даже со всей войной. Посмотрите, какие войны, сколько и сейчас, и за всю историю воюет человечество. Но и здесь, он говорит, одну страсть свою победить, в одном каком-то даже конкретном случае не дать того, чего хочет, это чувственное удовольствие. Это более, чем победить сотню врагов. Это более славный трофей победы добровольно пролить несколько капель пота и одну каплю крови ради любви к Богу, чтобы преодолеть одну из своих злых воль и насолить дьяволу, чем проливать реки крови, чтобы победить целой армии и подчинить себе провинции и города. И повторю это еще раз. Подчинить чувства и все тело владычеству своего ума это больший триумф, чем покорять чужие царства. Однажды, когда Александра Махедонского похвалили за то, что он завоевал всю вселенную, он ответил благоразумным замечанием «Все мои победы окажутся напрасными, если мне не удастся победить самого себя». Многие из тех, кто покорил своих врагов, города и страны, позже были с позором покорены своими собственными неподобающими пороками и постыдно стали рабами своих собственных страстей. Один отец был очень прав, когда сказал, что первая победа это победа над самим собой. Главная победа в этом смысле видим. Святой Исидор Пелусиотский также сказал, «Истинный победитель не тот, кто покоряет чужеземных варваров, но тот, кто ведет духовную борьбу со злыми страстями. Многие из тех, кто побеждал варваров, в свою очередь были позорно покорены своими собственными страстями». Вот какое значение, как велика эта духовная жизнь. Что такое духовная жизнь? Духовная жизнь для нас здесь, в этой воинствующей церкви, это брань духовная, это духовная война. Если человек не воюет, значит он в плену. Его уже покорили, он должен из этого плена начинать ворваться. На небесах церковь торжествующая, они прошли через эту брань. И девятая главка так и называется. «Самая важная победа это победа в духовной брани». Если вы мужественно сражаетесь в невидимой войне против ваших чувств и врага и в этой борьбе вы побеждаете, знайте, что ангелы помогают вам и они увенчают вас победой. Святой Исида сообщил вам об этом. То есть смотрите, чтобы не подумали, что в этой брани человек может одолеть своими силами. Конечно же упомянуты ангелы, но кто такие ангелы? Ангелы-посланники Божьи, сотрудники, то есть только с Божьей силой в этой брани можно победить. Если вы пойдете духом в этой брани и окажетесь побежденными, не дай Бог, вы не только станете объектом злобной радости врага, не только причините печаль и стыд Христу за то, что были лишены небесных венцов. Но даже по земным меркам вы станете никчемным человеком. У древних греков был закон, который требовал, чтобы солдат оставался без имени и славы до тех пор, пока на его оружии не будет знака победителя, а на его копье пятна крови его врагов. Но тот, кто терял свое оружие, был самым презренным из людей. Поэтому спартанцы сослали своего собственного поэта Архилоха только за то, что он написал в одном из своих стихотворений лучше лишиться оружия, жизни. Видите, подрывал дух, подрывал боевой дух. Говорит, ну, лучше оружие потерять, но тем не менее ты сохранишь жизнь. Так его сослали поэта за такое стихотворение. И это напомнило мне у Исаака Сирина тоже есть такое. Он говорит, лучше умереть говорит в броне, чем жить в неродении, чем жить в плену. Мы закончили с вами вот эту главу о хранении всех чувств в целом. Что у нас дальше будет? Я думаю, мне кажется, интересное начинается. Следующая глава будет о хранении воображения. Об этом тоже отцы говорят так мельком. Но вот так вот подробно, как преподобный Никодим разбирает, очень интересно. И затем будет о хранении ума и сердца. То есть самое главное. То есть когда мы подойдем к самому главному о хранении ума и сердца, видите, нам уже необходим багаж вот этих знаний про чувства, про ум, обо всем, о чем мы говорим. Хорошо. Сегодня, видите, мы быстренько справились. Я не хочу начинать следующую главу. Лучше нам здесь остановиться, переварить это. Смотрите, да, еще раз эта мысль самая такая яркая. Если не охраняем чувства, не охраняем душу. Спасибо, Господи. Всем помощи Божьей, ангелы хранителя. Спасибо. Божьей, спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok